Добрый день, дорогие друзья! Сегодня МИ-радио снова с вами Зорстан Халтаров и Андрей Григорьев. У нас гость в студии Дмитрий. Он чуть позже представится. Сейчас пока послушаем бурятскую музыку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Было бы нормально, но с Берлина. Но поскольку я решил сэкономить и добирался таким так называемым 9-евровым билетом, который на лето вводят, сейчас в этом году, правда, этот билет стоил 49 евро, но он позволяет ездить на всех электричках по всей Германии, даже на этих же электричках, которые ходят в соседние государства, бесплатно перемещаться, именно на немецких. И это довольно удобная, так скажем, ну, летом такая услуга. Но сейчас я так понимаю, что, скорее всего, это последствия просто забастовки, итальяночка типичная, и поэтому, естественно, что дорога, так скажем, она удлинилась. Ну, вот для меня, кстати... Близко к нашей теме, да, потому что есть, можно найти потенциал и раскручиваться, нормально развиваться. А в области высокоскоростных поездов, так вообще, лидерство в мире занимает, ну, такой, как бы, не совсем свободный Китай. Хотя, на мой взгляд, то, в принципе, в Китае, ну, жизнь, она такая, так скажем, действительно регламентированная, но для азиатских народов она вполне себе демократическая. Ну, ладно, я тебе упомяну еще одну тему, которая связана с форумом, которую я не успел упомянуть в прошлый раз, потому что я даже еще об этом не знал. Когда я писал большой репортаж со съезда, с форума на Идель Реале, я выяснил, я загуглил, что, оказывается, у нас Следственный комитет России, он очень внимательно следит тоже за этим форумом. И буквально вот 15 декабря, то есть на следующий день после берлинской части, появилась грозная заметка в ТАСС, где Александр Батькович Бастрыкин, я не помню, как его по отчеству, грозил кулаком и требовал, значит, чтобы его подчиненные возбудили уголовные дела в отношении всех, кто выступал вот на этом самом форуме свободных государств пост-России. То есть видишь, какая оперативность. Раньше, вот, например, в случае с Юлией Фейзрахмановой, активисткой из Татарстана, им требовалось на осознание этого и на принятие решения, ну, даже не полгода, а больше. Там 8-9 месяцев прошло. Вот с момента ее выступления на Брюссельском форуме и до того факта, когда стало известно уже точно о том, что против нее возбуждают уголовные дела. Сейчас, видишь, уже на следующий день Бастрыкин требует. Значит, следят, очень внимательно следят. А еще одна важная деталь, которая мне показалась очень смешной. Следственный комитет в своем пресс-релизе, который опубликовал ТАСС, он ссылается на некий сюжет на одном из федеральных каналов. Так вот, все участники форума, я специально их интересовался, но что вы что-нибудь видели? Никто этого сюжета в глаза не видел. То есть, я так полагаю, что это была домашняя заготовка, договорняк, что этот сюжет выйдет. Но по какой-то причине его, видимо, передумали показывать в эфире, там, я не знаю, Россия-24 или Первого канала. То есть, сюжета до сих пор никто в глаза не видел, но Следственный комитет Российской Федерации грозит возбудить дело на основании сюжета, показанного в эфире федерального канала. Как тебе это? Ну, что там удивляться? Мы же знаем, как дела-то фабриковались. То есть, вот еще совсем недавно, в принципе, люди пропадали, да, их там колотили, вот, например, в той же Чечне, например. Вообще, без суда и следствия людей уничтожали. Одному из администраторов Каналова, я, насколько понимаю, то ли Адат он назывался, то ли еще какой-то, его просто выкрыли откуда-то из России, значит, держали какое-то время, значит, то ли в подвале, то ли еще где-то, казнили каким способом, значит. То есть, они его, по-видимому, каким-то образом избили или изнасиловали, засунули гранату в рот, выдернули щеку, и, ну, собственно, взорвалась граната. То есть, что там говорить-то, то есть, про то, что вот эти, ну, фабрикация уголовных дел, это чисто такая техническая составляющая, да, вот, например, примерно в тот же период времени, по-моему, чуть пораньше, не 15-го числа, а 14-го, там появилось сообщение о том, что, значит, составлено, поймали, значит, на каком-то суде вот эту Надежду Низовкину у нас в Бурятии, и, значит, за ее выступление, где она требовала заключения сепаратного мира между Бурятией и Украиной, значит, на форуме в Японии еще, да, то есть, она просто записала ролик, то есть, выслала его, и он, собственно, на страничке форума свободных народов где-то там присутствует в качестве, ну, как бы, рекламного такого, да, не рекламного, а визитки, как бы, да, то есть, что за человек уступает там и так далее. Вот они его использовали для того, чтобы составить, значит, по статье Гражданского административного кодекса 20.33, значит, и, ну, мы-то уже понимаем, что следующее это уже, там, какие-то уже другие статьи, там, призывы к сепаратизму, там, или еще что-нибудь в этом роде, да, то есть, тут не мудрено, особенно для тех людей, которые в России находятся, да, и которые на форуме выступали, для них, конечно, опасность самая высокая. Опять же, вот, две недели назад, в течение вот этих двух недель, там, вчера, вот, например, внесли его в список террористов-экстремистов, этого Владимира Шафирова из Бурятии, которая, там, значит, когда война началась, или когда мобилизация началась, по-моему, он записал такой ролик, что с ним связались некие люди, и он говорит, я этих людей не могу отговорить от сжигания военкоматов, там, еще чего-то, да, и, значит, вот за это его, там, в терроризм, ну, и, конечно, естественно, могут быть последствия, потому что по этой статье они могут загнать его в красный, значит, какой-нибудь лист Интерпола, да, запросить Германию, там, Германия может лишить его беженского статуса, значит, там, и т.д., и т.п., собственно, механизм там выработан, потому что русская оппозиция или русские правозащитники об этом сильно не кричат, но существует, что людей, например, представители чеченских, диаспоры, там, с Дагестана, с Ингушетии, да, то есть Германия, там, какие-то европейские страны, там, могут, там, 2-3 года держать в тюрьме, потом депортировать в Россию. Я уточню, вот тут, кстати, вот Юлия Файзахманова, с которой я вчера общался, она переехала из Турции, скажем так, на Балканы, потому что она точно дислокации своей не называет, и причина переезда из Турции, вот как раз, она была в том, что Турция-то как раз играет в двойные игры, и, в принципе, господин Иродоган, он может выдать запросто, в случае с европейскими странами, все-таки это значительно сложнее, и, я думаю, уже после войны, ну, вернее, после начала вот этого широкомасштабного вторжения в Украину, после 24 февраля, европейские страны, они в целом заняли все-таки позицию не выдавать, потому что, если ты помнишь, у меня, в общем-то, тоже дело в оправдании терроризма, и, собственно, до вот этой вот фазы конфликта, это был бы, ну, вот тот самый случай, когда меня имели полное право объявить в Интерпол и, собственно, вернуть назад. Не сделали этого, дали убежище. Почему? Потому что все-таки Европа понимает, с каким противником она имеет дело. Вот Турция, тут, как говорится, 50 на 50, тут как повезет. Перед нами выступал Сирдар, и, вот, собственно, они как раз об этом и говорят, о том, что в период, особенно, коронавируса, значит, и после, они регулярно наблюдают за тем, что Эрдоган пошел на сделку с непосредственно вот этими властями Туркмении, да? Если раньше существовал, например, безвизовый въезд, то сейчас визы ввели именно не турки сами по себе, а именно по требованию Туркменистана ввели визы. То есть, турки могли бы сказать, что, ну, мы не заинтересованы в введении визового режима с Туркменистаном, да? То есть, могут спокойно ездить. А это еще при Туркменбаши, кстати, было сделано, что безвизовый режим, там турки, туркмены, родственные нации. И сейчас, да, в Турции пропадают туркменские активисты, как бы, и, естественно, верифицировать не могут. Некоторые говорят, что их там уже давным-давно убили. Значит, некоторые говорят, что они сидят там в подвалах где-то КГБ туркменского там и так далее. То есть, этот процесс, он как бы происходит. Ну, и Турция, она действительно... Ну, кстати, вот недавно бундес, значит, власти Германии, они, например, признали Молдову и Грузию странами безопасными. Ты слышал про это? Ты знаешь, я пропустил это мимо ушей, но совершенно недавно, вот у меня еще до разговора с Юлиев из Рахмановой... Турция это страна небезопасная, она еще и до этого была, как бы, страной небезопасной. То есть, и если ты первой страной твоего, там, скажем, маршрута из России была Турция, да, то она, как бы, не считалась той страной, в которую тебя могут выслать в случае чего, правильно? Так вот, договорю, до этого был, до разговора с Юлиев из Рахманова, был разговор еще вот касательно того, какие страны вообще вот безопасны для тех людей, которых разыскивает Россия. Все-таки совет юристов и совет специалистов по безопасности Грузия еще не считается безопасной страной. Ну, и центрально-азиатские страны точно так же, Грузия, Армения, они не ходят в этот список, увы, это пока так. Даже при тех симпатиях, которые население испытывает к Украине, вот проукраинские симпатии, я помню просто, я когда приехал в Грузию в 22-м году, в марте, я просто обалдел, насколько там сильны были антипутинские симпатии, антипутинские на стране. Ну, потому что они сами от войны пострадали в 2008-м году. То есть, многие-то забывают, что Путин, он же, войн это систематически. Да, в 2008-м год. Как только пришел, так сразу начали бомбить Чечню. Да. Потом в 2008-м году начали бомбить Грузию. Но, тем не менее, вот при всем при этом, политики Грузии, они пока еще ведут, ну, такую двойную игру тоже, да, и они, в общем-то, мы видим, что они пока еще сильно зависимы от России, и точно так же можно сказать про Армению, про центрально-азиатские страны. Ну, вот у нас есть активистка, значит, которая каким-то странным образом вдруг выехала именно через Узбекистан, она выехала в Казахстан, там запросила политическое убежище, ну, уже потом, после того, как был поставлен вопрос о ее депортации, значит, да, и, значит, а у нее там в пуле, так скажем, там и обвинение в мошенничестве, значит, и дискредитация армии, там, или еще что-то, и согласно вот этому соглашению, которое в свое время подписали в странах СНГ, то есть высылки или обмены, ну, вроде как, подвергаются только те люди, если они, как бы, обвиняются в статьях, которые существуют в Уголовном кодексе, например, Казахстана. Понятно, что статьи дискредитации российской армии в Казахстане не существует, но я говорю, ну, вы понимаете, что просто органы, там, допустим, казахские, да, могут похитить, так скажем, эту журналистку, да, хоть она там достаточно объемная, да, но, тем не менее, методы всем известны, вывести ее, значит, на границу и передать российскому, значит, пограничникам, просто выдворить ее из Казахстана по решению какого-нибудь суда, то есть было бы желание, как говорится. Другое дело, что понятно, что никто не хочет там заморачиваться с этими активистами, которые выехали, потому что, ну, они там, допустим, не Леша Навальный, да, который непонятно где сейчас находится. Кстати, что с ним? Ну, ты меня так спрашиваешь, как будто я вовчин работал. Нет, ну, я просто спрашиваю тебя, как, ну, ты же можешь предположить, где он находится. Вот я, например, считаю, что Навальный, он либо с инсультом, либо с инфарктом просто-напросто, то есть условия не выдержал, и по возрасту как раз подходит, когда у мужиков там начинает вот это сердечко стрелять. Ну, и вполне возможно, что там какие-то там, например, он там бунтовал, а на зону, например, запретили там посылки какие-нибудь получать там или еще что-то в этом роде. То есть его заключенные могли просто поколотить, короче. Ну, смотри, для меня скользким местом в этой истории все-таки остается вот это вот его заявление, либо не его заявление по поводу того, что в выборах, в перевыборах Путина надо участвовать. Ну, понятно, что преподнесено так, что... А то есть ты думаешь, что он завербовался, значит, в ЧВК Вагнер, в Шторм-Зепп? Ни в коем случае. И решил получить, значит, у Путина амнистию через 6 месяцев? Ни в коем случае, хотя такой дипфейк я уже видел, где Алексей Навальный якобы, он где-то в Вагнии там на передовой. Ну, чушь, разумеется, все, но у меня вопрос, вот как верифицировать действительно то, что он сказал и то, что он передал сейчас из мест лишения свободы, особенно учитывая ситуацию с его адвокатами, да? Ну, там же было какое-то расследование о том, что... Ну, я предполагал, что на самом деле все вот эти публикации в СМИ, да, они не в СМИ, точнее, на его там личных страницах, они идут через адвокатов. То есть он просто адвокатом пишет, и там переписка, она каждый день идет, да? Да, но мы при этом помним, что случилось с адвокатами. Ну, да. То есть с тех пор ситуация и каналы связи, они, ну, стали еще сложнее. С другой стороны, ты понимаешь, в системе УФСИНа, когда у тебя, ну, там практически бездонная машина денег, да, какая существует у ФБК, ну, смартфончик туда на зону пригнать, вообще проблем нету. И там тебе даже сам УФСИНа ведь принесет и в кормушку положит. Ну, понимаешь, есть два варианта. Одно дело, это все-таки коррупция в УФСИНа, а другое дело, это вот, ну, когда все-таки такая, так скажем, номенклатура садится, и как бы есть определенная отчетность перед кремлевскими товарищами, перед кремлевскими кураторами, и могут не дать, реально не дать, пресечь каналы связи, потому что это все контролируется. У меня вопрос, на самом деле, насколько мы можем сейчас вот воспринимать этот призыв, участвовать в выборах, которые покажут закономерный результат, насколько это призыв был самого Навального. Ну, ты понимаешь, смотри, то есть они, ФБК, вот при всей там критике, я абсолютно, вот посмотрите, я не оправдываю их и не поддерживаю и так далее, то есть это просто вот мой анализ такой происходит, потому что, ну, смотри, да, они вот эту идею о умном голосовании и всем прочим, не думаю, что это она в их мозгах, так скажем, родилась, я думаю, что они слезали с каких-нибудь банановых республик, там, значит, стран Африки, может быть. Если говорить, о чем они слезали, они слезали с российской практики, но это тема отдельного разговора. Ну, это сто процентов, это явно не российские подходы там и так далее. Нет, я тебе расскажу, как это было, но, видимо, не в этот раз, потому что мы тогда уйдем слишком далеко. Ну, те, которые там что-то там выдумали и так далее, я более чем уверен, где-то это заимствовали, потому что, ну, просто россиянину на такую голову не пришли. Заимствовали у жизни. Ситуация, ситуация-то видишь какая, в том, что важно было продать этот проект американцам. И я в свое время помню, там, периодически вырезал вот этот из фильма «Банда Нью-Йорка», там, где, значит, они своих кандидатов выдвигали, ну, там, различные этнические группировки, там, ирландцы, католики своих, значит, там, протестанты, англичане, значит, своих выдвигали. И, значит, те, кто имел право голоса, вот, они становились разменной монетой, их там обревали и так далее, ну, в общем, каруселили по полной. То есть, и вот это как раз и продается американцам. То есть, одна из башен Кремля продает, говорит, ну, вот, посмотрите, у вас же тоже не было все гладко с выборами, и негров там заставляли вплоть до 40-х, 50-х годов, там, ну, по признаку гетто, то есть, заходил какой-то кандидат, говорил, ну, там, что там, Джо, давай все твои, там, афроамериканцы будут голосовать за конкретного кандидата, например, да, ну, то есть, там, на уровне договоренности решалось. То же самое здесь такая же ситуация. То есть, они показывают, что да, да, вот, ну, ты понимаешь, но есть же вот этот механизм демократические выборы, то есть, да, он сложный, там, все прочее. Ну, то есть, это на уши просто лапшу американцам вешают для того, чтобы показать, что, ну, вот, посмотрите, вы, ну, можете у нас покупать там ресурсы, мы можем сотрудничать, вот, русская культура, щелкунчик на Новый год, там, и все прочее. Ну, и американцы на это покупаются, потому что, ну, грех не купиться, когда тебе, там, откуда-нибудь из какой-нибудь нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей компании, там, грант приходит, да. И, естественно, они вот эту идею о том, что, вот, выборы должны, вот, эволюционировать, люди должны понять, что действительно от их голоса что-то там зависит, да, но я вот сейчас глазами моргаю, да, перемигиваюсь. Почему? Ну, потому что американец, вот, среднестатистический, или тот сенатор, который, да, он не специалист по России, да, он специалист по Америке, он понимает свой вот этот избирательный процесс. У них там тоже, вот, допустим, в Нью-Йорке, я помню, был цикл лекций от посольства США. И вот я записался туда, я слушал, значит, одного из, он, как, ну, вот, который политикой занимаются люди профессионально, и он не политик именно, вот, политтехнолог, как бы. И он говорит, а вот вы знаете, что на выборах, последних на тот момент выборах мэра Нью-Йорка принимал участие всего 13% людей, которые имеют право голоса. То есть всего 13% жителей Нью-Йорка пришло и проголосовало за мэра города. И он говорит, что у нас такая же проблема, да, что не ходят на выборы все. Но там немножко другая система в США, понятно, это представительная демократия, да, то есть это как бы не всеобщее, там не народовластие, как это в Конституции Российской Федерации записано. И поэтому действительно вот американским там сенатором, каким-то богатым американцам, этим белым протестантам, так скажем, им вот легко эту идею продать, о том, что вот мы же, ну, понимаете, мы содействуем тому, чтобы люди ходили, там и так далее. То есть эта идея-то она не русскому народу продается, да, она продается американцам. Почему? Потому что, ну, американцам эта система понятна, да? Ее легко протолкнуть и легко навязать. И о чем речь-то? О том, что, ну, действительно, вот как бы, если вот эмоции отбросить, ну, это же действительно механизм, если вы не захотите Путина, вы придете и проголосуете за какого-то другого кандидата. Ну, логика американца, правильно? Понятно, но при диктатуре-то так не работает. Так естественно, в том-то и дело, что и я и почему говорю, что эту идею американцам продали именно, потому что, ну, например, выборы же тоже в этом, в КНДР проводятся, да, в Советском Союзе выборы проводились. Нет, смотри, у меня-то вопрос, вот в чем, кто продал эту идею? Потому что смотри, какой удивительный момент, у нас же ФБК, оно до последнего, оно не хотело участвовать, оно, в общем-то, стояло на идее бойкота президентских выборов в виде бесперспективности того же механизма под названием умное голосование. И вот буквально до того, как Путина, за день до того, как Путина выдвинули вот этот вот там какой-то там Даниэровец там ему, значит, предложил избираться, да, но мы помним, как это было, какая-то очередная буфонада пошлая, вот. Ну почему пошлая? Она в советском стиле. Да, абсолютно пошлая, но в советском что, не пошлая была? Вот, и как бы они вдруг неожиданно изменили свое решение, да, даже какое-то там это хулиганство такое подготовили с этими вот с QR-кодами на баннерах, но тем не менее такое ощущение, что они вот это делали форсированно, принимали решение. Мне кажется, это все значительно проще, потому что, когда мы рассматриваем сейчас российскую оппозицию, мы понимаем, что, в общем-то, она в некой патовой ситуации находится, и у нее нет хороших ходов, вот, но либо создавать видимость того, что они что-то делают, либо все-таки взять тайм-аут, и тогда можно вылететь совсем из политической повестки. И поэтому они предпочли, видимо, вот соратники Навального, те, кто остается на свободе за границей, они предпочли, ладно, будем все-таки участвовать, вот что-то там затеем, какие-то хулиганские акции там, была не была. Понимаем, что мы абсолютно ни на что не повлияем, но, по крайней мере, мы вот будем постоянно в информационной повестке, мы будем давать о себе знать. Ну да, ну, короче, тут еще другой подход, потому что, ну, достаточно большое количество там вот активистов, которые, тихушники, я их называю, они там остались, которые, я помню, там, значит, у нас в Бурятии вот эти навальнисты были ужасные, нацисты и шовинисты, которые, в принципе, меня перепутали с другим бурятом. Ну, он там, телосложение может быть похож, но мы на лицо отличаемся. Я тогда скандал устроил по поводу того, что, какого хрена вы живете в Бурятии столько лет, короче, да, какие-то власти там представляете, а до сих пор они научились даже вот бурят отличать друг от друга, да, и вот эти люди говорили, ну, вы там не ходите на митинги теперь, там вам надо осторожнее, там вас посадят, там, или еще что-то вроде. То есть у них вот, ну, такая риторика. Какие-то, конечно, там часть призывала, там, чтобы люди выходили, потом их, конечно, с этими, со всякими штрафами и так далее, всех пробрасывали. И, собственно, сейчас вот эта одна из, так скажем, политбержинок, как она там себя называет, она сейчас вот активно включилась в работу по поиску, значит, людей, которые бы возглавили штаб вот этих так называемых оппозиционных кандидатов, там, Дунцова, Надеждин, там, да, еще там, может, кто-то появится, там, и так далее. То есть, ну, денежки-то выделены, понимаешь, то есть тут вопрос-то об этом. Деньги, как говорится, не пахнут, и вот все, которые тихушники там остались, они, ну, а что, что бы не подзаработать, да? Смотри, в чем проблема, я вижу еще, вот, она как раз связана с этим исчезновением Алексея, который то ли призвал, то ли не призвал, мы сейчас уже не знаем, и сразу после этого исчез. Мне кажется, внимание, вот, все это оппозиционные тусовки, оно резко переключилось с его персоны на то, что снова у нас есть кандидат, за которого приятно голосовать. Я вот серьезно вот в таких выражениях примерно в твиттере читал, вот это вот Дунцова, да? Вот, ну, хорошо, вы... Ну, ее же там вроде, как и у Глебовича, разоблачал. Ну, это не важно, кто разоблачал, вот есть тусовка, которая в нее поверила, так скажем, да? Ну, с одной стороны, вроде бы хорошо, а с другой, во-первых, ну, как бы подзабыли за всей этой суетой самого Алексея, собственно говоря. Вопросы, где Навальный, они почему-то звучат уже гораздо реже, как я заметил, вот, ну, вот, если анализировать медийное поле, да. А во-вторых, ну, вот, да, хорошо, они нашли кандидатку, за которую снова приятно голосовать. Не с нескольких зол выбирать, да, а вот, ну, как бы приятного кандидата. Но при этом, как защищен этот кандидат? То есть, одно дело, если Дунцова там, она будет барахтаться где-нибудь в районе, там, одного-двух процентов, это одно. Ну, так и будет. Но другое дело, если вдруг, неожиданно, по какой-то причине, ну, вот, сработает это протестное голосование, не знаю, что еще произойдет, какие-то события, которые мы пока не можем прогнозировать, что-то произойдет и случится резкий взрыв популярности. И вот тогда я боюсь, что с Дунцовой поступит примерно так же, как с Алексеем Навальным сейчас. А что будет делать тусовка? Как она будет ее защищать, собственно говоря? И как она будет защищать свой выбор? Да никак. То есть, получается, если Дунцова действительно выстрелит, как кандидат покажет яркий старт, и Кремль испугается, ее просто быстренько уберут, закроют. Но, вероятно, этой тусовке успеют подозыскать другого приятного кандидата, за которого так же приятно будет голосовать. И все быстренько переключатся на нее. О, у нас еще есть время до выборов. Участвуем. Но дело в том, что вот касаемо масс, я более чем уверен, что по одиночке каждый позиционер, конечно, личность. Но когда вот, значит, переводим на какие-то больше, более высокие там численности их, то они превращаются просто в стадо, то есть им нужен руководитель. И вот я помню, значит, был такой фильм о мустангах. И там, значит, в США мустангов регулярно отлавливают и потом на убой их отправляют, потому что они неконтролируемые размножаются там, уничтожают там посевы, поля там и прочее. Экто издалека зашел. Да, и вот, чтобы, значит, этого, чтобы вот эту стадо мустангов зацепить, значит, используют лошадь обученную, домашнюю, которая прибегает к ним в стадо и заводит, значит, в загон специальный. То есть и получается такая ситуация, что, значит, кем сейчас вот Донцова или там нужден или надежден ли, кто он там является, а не обладает. Я вот серьезно не помню, но... Ситуация вот похожа на эту самую ситуацию, когда, значит, людишек просто превращают в толпу и загоняют, ну, в нужные, как говорится, рамки, да? И, с одной стороны, таким образом они там проявляют вот этих тихушников, которые сидят, значит, ну, там, голос не подают и так далее, да? То есть это просто для того, чтобы... Ну, ты же понимаешь, что все уже репрессии поперли, то есть они уже стали понакатаны, уже доносы... Вообще нормы считаются, да? То есть никто же не осуждает доносчиков, например, а они вот прекрасно существуют себе, не боятся никого, там строчат сотнями, там, та же, как его, Мизулина, да, которая там всю эту тусовку, как его, застращала, значит, этих молодых всяких певцов, там, начиная от Моргенштерна, Хафманита, там, и все прочее, да, которые ездили к ней на поклон, там, и так далее. Плюс всякие депутатишки, которые доносы пишут, потому что вот на Низовкину тоже я более чем уверен, что тут же доносы пишут. Ну, то есть на каждого просто есть специальный персональный доносчик, который вот эти все доносы пишет. И вот это уже норма, как бы, да? То есть это уже не стрёмно, как говорится, доносы писать. И вот такая ситуация, да, она уже, ну, мы уже видим-то, то есть за рубежа, что она закончится вот просто, ну, массовыми, не просто задержаниями, а арестами, фабрикации уголовных дел, фабрикация это, плюс еще следом это пойдет вот сейчас вот соседняя Беларусь, да, они там, я читал, что больше 120 или 130, значит, уже объектов недвижимости отжали у тех людей, которые просто выехали, то есть они, может быть, даже вообще никаких заявлений не делали, публичных там и так далее. Ну, их просто обвинили в том, что, а, он спонсирует там, пол Калиновского, короче, а мы у него квартирку тут отожмем. Вот его Алексеевич, который на Нобелевскую премию какую-то квартиру купил, а тоже собрались ее отжимать, потому что, ну, она же не живет, а мы квартирочку кому? ОМОНовцу какому не дадим с дубинкой. И такая же ситуация произойдет и там, в России. И она, ну, просто до выборов может быть... Ну, со срочкой где-то в год или два, может быть, да. Естественно, то есть это все начнется, и поэтому, конечно, вот эти люди сейчас, они бросятся, значит, эти тихушники, там, оппозиционеры бросятся в эти штабы, там, туда-сюда, а их снова перепишут, понимаешь? То есть и сделают из них активных, так скажем, да, и все, и привет, короче, на путинские, значит, стройки. Тут ведь проблема-то в чем? Во-первых, как я уже говорил, оппозиции на этих выборах нет механизма защиты своих голосов, да, от кражи. Ну, верификация, естественно. То есть, во-первых, нет системы наблюдения, она порушена полностью и размыта, так что, да, действительно, можно колоссальное количество бюллетеней вбросить с помощью того же электронного голосования, никто ничего не заметит. Вот, а второе, что, естественно, никто, если даже этот вброс масштабный будет как-то зафиксирован, никто потом на улице качать права не выйдет. Либо, если выйдут, это довольно быстро подавит. И это надо четко понимать. То есть, если ты участвуешь в выборах, ты, значит, должен понимать, что ты, во-первых, как-то организуешь систему наблюдения, чтобы у тебя не украли твои голоса. А во-вторых, что ты будешь готов качать права, если голоса все-таки украдут. Не первого, не второго у российской оппозиции сейчас, увы, нет. И более того, нет механизма защиты даже своих лидеров, не говоря уже о рядовых членах. И вот поэтому у меня закономерный вопрос. Ну, хорошо, приятная вам вот эта вот Дунцова, да? Хорошо, приятный кандидат, за которого приятно отдать голос. Я не буду копаться в подноготной. Как говорится, я тут исхожу из принципа резумпции невиновности. Пока человек, ну, как бы не раскрылся, но будем считать, что это действительно так. Но как вы ее, ребят, защитите, если случится у нее действительно вот этот всплеск популярности, на выборах, которые позволяет Путин еще как-то в них худо-бедно действовать, как вы ее защитите? Да никак. То есть Грудинина тогда, помнят, очень показательно. Грязью измазали. Ну, у него все отжали фактически. То есть имущество, причем использовали жену, которая у него все практически отжала. И, значит, там пострадали в том числе люди. Он застройщиком, девелопером стал. На колхозных землях там пару домов построил. И, собственно, заметь, какая смешная история. На этих выборах с КПРФ происходит. Зюганов там выдвинул еще более, по-моему, старого перца, чем он сам, которого даже фамилии никто не вспомнить не может. Но чтобы показать, Владимир Владимирович, мы с вами, значит, в выборах, мы вам конкуренцию не составляем, не смейте так подумать. Мы полностью за вас. Вот мы такого вам партнера выставим. Ты же помнишь, там какое-то было собрание, и он, значит, потребовал, значит, от трудящихся масс в условиях войны, значит, сделать выговор тому, кто Путина куда-то без платочка выпустил. Не-не-не, без шапки. Без шапочки, без шарфика и так далее. Ну, то есть о чем можно говорить с такими людьми? Там вообще было смешно. Он же не сказал сделать выговор. Он прямо употребил глагол «выпороть». «Выпароть». Прокуратурный барин на конюшне, видимо, должен устроить порку тем, кто, значит, холопам, которые вот это допустили. Не досмотрели, как другой барин рангом повыше, значит, без шапочки куда-то вышел. 15-градусный мороз. Ну, я тебе и говорю, что все подготовлено для того, чтобы создать новую систему ГУЛАГов, понимаешь? Вот они уже строятся, и в Бурятию там за 28 миллиардов хотят завести, значит, в тюрьму на 5 тысяч, причем в тюрьму туда, значит, посадить суд, прокуратуру, УФСИН, там еще там что-то. Понимаешь? Ну, то есть они даже не скрывают это. Потому что они в то же здание, где, значит, будут располагаться камеры, засунуты суды, короче, еще там что-то. В общем, понимаешь, это такой мощный инфраструктурный проект, который там позволит Бурятии что-то там получить и так далее. Это 28 миллиардов на нас сядет, ермом на наш бюджет, потому что такое огромное здание, это еще надо содержать, оно защищет, оно будет содержаться, позволить. За счет горожан, потому что отапливаться, представляешь, огромную такую тюрьму на 5 тысяч морд. Тут еще, кстати, про выборы, про путинские перевыборы, точнее. Смешная одновременно печальная история и с Казани, и с Татарстана. Да, у нас же есть депутат Госсовета Эдуард Шарафиев, который начинал как несистемный депутат абсолютно, да, но это такой типичный селфмейд, то есть он там предпринимателем был, он стремился в политику, он начинал с самых низов, с местного самоуправления, с сельского поселения. У него действительно был очень большой, потрясающий рейтинг доверия среди жителей поселка, где он изначально избирался. Ну и этот несистемный человек, он в результате понял, что лучший способ сделать карьеру такому несистемному, это стать абсолютно не 100, даже 200% лояльным, 200% лояльным, то есть еще даже лояльнее, чем типовой единоросс. И в результате этот депутат Госсовета, он отправился, собственно, вот на войну с Украиной. И он, ну, периодически там наезжает на какие-то патриотические, ура, патриотические конференции, и делится своим мнением, там, понасущным вопросом. Так вот, он недавно объяснил, почему, значит, Слуцкий выдвигается тоже в кандидатов в президенты России. Он объяснил это так, я даже вот часть скрина выложил у себя на канале. Он сказал, что вообще-то выборы, это не для того, чтобы кто-то конкурировал с верховным главнокомандующим. Это крамола абсолютная, да, конкурировать нельзя. Нельзя, значит, конкурировать и нельзя думать, что ты его как-то победишь, одолеешь. А это для того, чтобы, значит, раз в 6 лет вот эти, когда выборы проходят, это, значит, инициировать диалог с властью, с избирателями, власти, соответственно, задавать какие-то вопросы, которые только раз в 6 лет, видимо, можно обсудить. Ну, это ты знаешь, это явно, то есть, если покопаться в истории, то, скорее всего, у этого пацаненка, да, депутатишки, у него где-то вот эти коммунистические, люмпинские, комбедовские корни, потому что вот то же самое в Совке говорилось. Я помню, там, значит, мы сидели там, ну, меня активно вербовали в эту, значит, в партию Яблоко, там, в какое-то время, но я говорю, ну, это судимые же по экстремизму, там, и так далее, ну, то есть, их, видимо, пока, то есть, я не могу ни в политических организациях участвовать, ни в общественных, ни состоять, ни руководить, там, и все прочее, и так далее. Ну, а на тот момент, кстати, даже разговора не было о том, что вот эту 282-ю статью убирают, там, и так далее, ну, вот я сидел, и там, значит, один из вот этих яблочников говорил, примерно схожие слова, что вот мы же должны с властью не быть против власти, да, не быть вот как бы в оппозицию становиться, а должны им советовать, там, давать советы, разговаривать, вот, указывать, где они не правы, там, и так далее. А раньше шесть лет, как первых выборов. Да, ну, то есть, я понимаю, что вот вроде как всегда должна была быть, ну, какая-то позиция, если даже там политическая и так далее, когда вот один из яблочников, который там, ну, вроде как, везде его там называют оппозиционером и так далее, говорит такие вещи, но я понимаю, что тут это, как бы он часть просто этого механизма, которому в свое время отдали, там, значит, так скажем, поставили на должность оппозиционера штатного, да? Ну, да, да, есть такое. И вот он говорит, например, а вот давайте тюрьму не будем строить, давайте вот ее переведем в какой-нибудь другой бурятский депрессивный город, скажем, в Гусинозерске, там, где есть и ГЭС, и условия, и все прочее. И это послужит драйвером роста экономики. И это там, да, послужит драйвером роста и так далее, и все там скажут, да, вот, правильная идея, там, разовьем какой-нибудь Гусинозерск, там, и все прочее. Еще пять минут. Так, у нас еще пять минут, попросили немножко раньше закончить, так что давай, ну, немножко финализируем, то есть, что в итоге-то? Мы с тобой, что, выборы бойкотируем, не пойдем сюда под насольство? Или я вообще предлагаю здесь, в Польше, сагитировать огромное количество оппозиционеров для того, чтобы просто заблокировать эти выборы, то есть, просто заблокировать входы вот в эти места голосования, там, при всяких консульствах, посольствах, короче. А ты думаешь, в Варшаве прям толпа выстроится? Я думаю, что должна быть, и проводить аудио-видеофиксацию, значит, тех, которые ходят. А ну, есть же тихучники, вот эта пятая колонна, которая там в Германии сильна, тут, я думаю, есть, которые бегают там на эти выборы и так далее. Я против такой идеи, если у людей в головах каша, ну, вряд ли их переубедишь, а спровоцировать очередной скандал среди российской оппозиции, среди российских иммигрантов, это может запросто и может иметь не совсем приятные последствия. Будем агитировать вот те три месяца, которые у нас там есть, будем пытаться агитировать, переубеждать. К счастью, не одни мы это делаем. Ну, надо просто людей спасать, я считаю, потому что вот, ну, правда, вот у нас оппозиционерку Низовкину там тоже люди, ее слабо знающие, там, значит, говорят, что Надя, беги, там, и так далее. Но человек не убежит, то есть она по убеждениям, значит, она мне говорила... Значит, она сядет. Ну, да, то есть она сядет, то есть, и она мне четко говорила, что они давали в свое время клятву крови, кровью, что не будут использовать, значит, такое средство, как политическое беженство за рубеж. Потому что, мол, ФСБ, оно оппозиционерам в свое время ставило в вину, что вот вы тут оппозиционной деятельностью делаете, занимаетесь для того, чтобы, значит, политическое убежище получить. То есть вот она говорила. А вот надо было пример-то, надо было брать с Владимира Ильича, потому что при всем нашем к нему негативном отношении вовремя уехал и вовремя вернулся. Ну, Ильич перед этим посидел, конечно, но что у него там было-то... Ну, видимо, там опыту и понабрался. Он неплохо в Шушенском сидел, у него служаночка была. Я тоже бы с удовольствием где-нибудь в ссылочке посидел. Мне бы давали там денежки, значит, я бы себе служанку нанял там. То же самое вот у Сталина было. Он же там жил у вдовы. Вдову там, значит, параллельно там, значит, использовал по прямому назначению. Вдова ему, значит, незаконно там, как говорится, двух детей родила. То есть, при этом еще, помимо вдовы там, он, значит, пользовался услугами, значит, какой-то служанки этой вдовы. Да ладно, ты что-то разошелся уже. Не, ну, я говорю о том, что... Я к тому, что заметь. Сейчас такого не будет, сейчас, понимаете, не будет такого. Сейчас тебя посадят на бутылку и курком бросят. Вот и все. Заметь, кстати, ни товарищ Ленин, ни товарищ Сталин своим политическим оппонентам такой синякуру уже не давали. Да, вот он-то и делал. Они извлекли урок, они поняли, что те потом тоже могут вернуться и их свергнуть. Да, и поэтому о чем говорить? Ну, это вот наследие такое пагубное, и поэтому некоторые люди, которые считают, что там общество сэволюционирует и так далее, они ошибаются. Почему? Потому что посмотрите на рождаемость, на графике просто рождаемости. Население сокращается. То население, которое активно размножается, оно в демократию не верит. Оно верит в другой тип демократии, да? Связанное, может быть, с религией или еще с чем-то. Поэтому о чем говорить? Что вот по европейскому или по американскому пути Россия, как говорится, не пойдет. Она пойдет по своему пути. А свой путь какой? Это посадки, казни, отжим имущества. То есть, и многие оппозиционеры уже, видимо, там заскучали, те, которые по выезжали. Там уже сейчас я в Твиттере, в других социальных сетях вот это регистрирую, что надо бы, типа, мол, войну заканчивать. Там еще там, знаешь, такие вот эти речи. Потому что хотят вернуться. Да, да. И на этом, кстати, отдельные политики очень играют. Ну, если их можно назвать политиками, например, вот такой, так называемый либертарианец Светов, он раскачивает тему, что вот Украина-то сама виновата. Это она не хочет заканчивать войну. Россия бы-то уже давно закончила. И там у него еще такая статья была симптоматичная. А за что воюет Украина? Оказывается, не за людей своих, а за территорию. Ну, и понятно, что многие люди, которые... Ну, Украина победит в любом случае. Победит абсолютно. Слава Украине. Героям слава. И поэтому тут не нужно тут какой-то бардак наводить. И поэтому все, кто говорят, российские оппозиционеры вот на это, или просто россияне, которые выехали, они, ну, к ним нужно присматриваться просто. Ладно, благодарим вас за сегодняшнее, значит, интервью. Андрей, Дмитрий. Спасибо, уважаемые телезрители. Так, Дмитрий в этот раз с нами не участвовал. Да, к сожалению. Музыка будет у нас? Так, ну, давайте запустим музыку. Сейчас послушаем что-нибудь. Так, сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok